ковид 2020 или мутировавшийся ковид почем нынче вакцина от 10 до 50 тысяч долларов сегодня коротко про эти новости и вообще можно ли сегодня заразиться повторный раз к вида это андрей березовский это канал хэксплойера канал про здоровье и давайте коротко пробежимся потому что случилось в этом мире в мире медицины за эту неделю погнали прежде под чем посмотреть ролик подписывайтесь на канал чтобы не пропускать вот такие новости это будут про новости про news такие короткие обзоры текущей недели и так лондон на жестком карантине в жестком блокауте часть европейских стран приостановили авиасообщение с великобритании почему да потому что собственно говоря еще сентября месяца в лондоне в каких-то частях уэльса был обнаружен какой-то мутировавший ковид дить 2019 еще никови 2020 но уже часть спай белка немножко мутировала о чем это говорит это говорит что мутировал именно часть шипа который отвечает за проникновение коронавируса в саму клетку и ученые говорят о том что теперь этим коронавирусом новым люди быстрее заражаются то есть он быстрее передается человека человеку страшно ли новость ну фиг его знает может у нас так готовит к вакцинации кстати про вакцину обязательно смотрите вот этот ролик там много полезной информации какая вакцина где вакцина что вакцина и так далее почему ученые бьют тревогу потому что вирус новый вирус якобы как-то вытесняет предыдущие мутации и говорят что он быстрее распространяется легче проникает в клетку то есть если в ноябре было только 25 процентов заболевших с новыми мутациями в декабре это уже 70 процент естественно главный вопрос опаснее ли этот вирус вышли у него смертность тяжелее ли последствия пока ученые уверенно на эту тему не отвечают если этот новый вирус уже в других странах как оказалось да он уже есть и в дании к такой такие мутации нашли в австралии то есть в принципе эти мутации уже известны по миру но пока как-то локально может просто не хватает собственно говоря данных чтобы установить что эти мутации уже давно мутировали вирус раньше конечно допустим тот вирус что нашли бухани естественно в европе уже был другой вирус другими мутациями в америке третий вирус сейчас вот англичане нашли свой вирус может быть потому что хотели его найти если новый вирус легче передается у нас больше заразившихся больше заняты стационары больше заняты стационары больше нагрузка на систему больше нагрузка на систему к сожалению больше смертность именно это за это переживают ученые будет ли вакцина текущие вакцины мы которых мы говорили в этом ролике работать по новой мутации пока говорят ученые да с огромной долей вероятности говорят что да почему потому что текущие все четыре мировые вакцины они направлены на иммунный ответ организма на существующий вот этот спайк белок и собственно говоря иммунная система тренируется так что она в принципе атакует все составляющие вирусы в том числе и мутировавший пока это работает так и ученые говорят что с огромной долей вероятность я не знаю точно с какой долей вероятности но текущие вакцины по мути ров шимом новому а вирусу который нашли в англии работать будет успокаивает ли это нас нет пока я не очень спокоен основное беспокойство что новый мирус может вскоре противостоять текущий вакцин собственно говоря она еще не началась он уже есть вирус который противостоит вакцине это друзья труба как вы относитесь к новому вирусу может уже пора ему дать вирус 2020 название обязательно отпишись в комментариях друзья еще одна интересная новость которую хочу обсудить можно ли заболеть корона вирусом второй раз по короне работают антитела то есть это те антитела который есть тоже много мнений ученых что чем тяжелее переболел тем выше иммунитет чем длительный переболел тем больше клеток и так далее на самом деле по короне нет таких однозначных исследований и тяжесть заболевания не всегда напрямую кори коррелируются с количеством антител или там с длительностью пребывания этих антител ученые еще толком даже не ответили а могут быть ли антитела у людей которые не болели корона вирусом и почему одни люди болеют тяжело корона вирусом а другие болеют довольно-таки в легкой форме или даже бессимптомной форме случае с короны не только антитела активно участвует в борьбе с корона вирусом ученые говорят что также т-клетки т-лимфоциты и именно с корона вирусом они уделяют т-лимфоцитом чуть ли не такую же важную роль в борьбе с корона вирусом как и антителам как мы знаем все что семейство корона вирусов это тот вирус которым уже давно по сути то встречаемся как минимум четыре вируса с которым наши организмы уже встречались уже возможно боролись и на этом уровне вырабатывать т-клеточный иммунитет который не напрямую не специфически помогает нам борьбе с новым корона вирусом на которых у нас даже нет антител именно поэтому многие ученые говорят что многие люди проходят бессимптомно также ученые в борьбе помимо антител т-клеточного монтета говорят что есть так называемый тренировочный иммунитет и тренировок иммунитет то есть иммунитет который эффективно борется с другими заболеваниями также помогает эффективно бороться и в случае с короной то есть как пример тренировочный иммунитет иммунитета ученые приводят что люди вакцинированные bcg в некоторых кейсах могут эффективно бороться с вирусом желтой лихорадки главный вопрос могут ли люди заразиться к видом 19 повторно на сегодня в принципе эти случаи подтвержденные по миру есть на сегодня там на 22 декабря таких подтвержденных случаях порядка полутора тысячи всего то есть это две тысячных процента от всех заболевших ученые очень внимательно наблюдает эти кипсы и вот на сегодня статистика такая есть то есть по сути до вероятность крайне мало по логике наш иммунитет это практически полгода это говорит если от об антителах не забываем что ученые говорят о т-лимфоцитах о тренировочном иммунитете и так далее именно поэтому так как мы с короной с вами по сути всего один год подтвержденных каких-то достоверных доказательных случаев почему мы заражаемся или не заражаемся второй раз пока нет итак друзья и последняя тема вакцины как я говорил в ролике сегодня активно у нас вакцинация мы видим все в интернете вакцинируется вице-президент сша вакцинируется премьер-министр израиля не таньяху мам спасибо да кстати это не спутник 5 это спутник в спутник в вакцина мама меня поправила мам спасибо что по ценам лично мне это мы в украине лично и мы наблюдаем такие цены то есть вакцину российскую вакцину китайскую схожую по по механизму действия можно сегодня купить на уровне 100 долларов 100 евро на рынке естественно активные официальных нет а вот с вакциной пайзеру очень интересно друзья я думаю что в течение там недели 2 их цена на рынке будет от 300 до 1000 долларов но сегодня есть предложение ба-бам внимание от 10 до 50000 долларов за пару акций как вам готовы купить за 50000 долларов вакцину в принципе какая разница если кто-то хочет и может себя это позволить велкам я не знаю я не знаю я все-таки наверное подожду посмотрю и после этого я буду мешать друзья вот такой выпуск вот такие новости новости про естественно пока горячая тема нас корона вирус поэтому друзья обязательно подпишитесь на канал если вам интересно такой формат это андрей березовский так нас экспортер канал про здоровье